МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомель – палац Румянцевых Паскевичев, место, знаковое как для Беларуси, так и России. И не только тому, что Румянцев и Паскевич были ведомыми державными девичами своего часа. В разные периоды тут обмерковывались все пытания, которые оказывали самый непосредственный уплыв на историчные процессы. Для проведения посередине Совета Министров Союзной Державы подрактовали залу урочистых приемов. Минавито тут проходит усеяное, больше важное, со встречи международного взрыва. Правда, непосредственно керуньки у Раду Беларуси и России в этой зале состракаются у першиню. У денеки посередине Совета Министров Союзной Державы, у палац Румянцевых Паскевичев, начали приезжать задолго до початку работы. Есть час обмерковать некоторые пытания с коллегами и поделиться думками с журналистами. 22 вопросов сегодня у нас в повестке, которые затрагивают, по сути, весь спектр двусторонних отношений. В основе, конечно, торгово-экономическое взаимодействие. Это традиционно вопросы импортозамещения, вопросы взаимодоступа на рынок, снятия барьеров ограничений. Для Беларуси Россия притягивает доставаться основным кандидовым партнерам. На ее долю зараз пропадает больше 51% из внешнего кандидов. Кожный третий рубиль загульных объемов притягнутых все это инвестиций союзной краины. Что-то лица России, то для ЕЕ Беларусь, в ответном списе на четвертой позиции, за 9 месяцев этого года объем взаимного товарооборота повеличился омально 23%. Хоть только гандлям огульные интересы не обмежевываются, зараз у рамках союзной державы реализуются 9 суместных науково-практичных программ. Те, перед их можно будет додать еще две. Одна программа по комбикормам, то есть это актуальная задачка для Беларуси и России. Новые технологии производства и соответствующих комбикормов. И вторая это по клеточным технологиям, по линии Министерства здравоохранения. Это самые последние разработки и достижения в области лечения заболеваний. Ну и самые последние технологии, в том числе в перспективе возможность, например, из клеточных технологий, из клеток выращивать и живые органы. Поседжение у Гомеля проходит в трех форматах. С початку с устреча 1 на 1 керевников у Радов, потом у так званых в узким и поширен форматах. Важным направлением в следующие пять лет должна стать унификация законодательства в социальной сфере. Предстоит обеспечить равные права россиян и белорусов на трудоустройство, на получение образования. Мы вот сегодня говорили на возможности выравнивания условий по медицинским услугам и, значит, дополнительным возможностям получать такие медицинские услуги, соответственно, или на территории Республики Беларусь, или на территории Российской Федерации. Для этого, конечно, нужно проработать все финансовые моменты. Пенсионное и социальное обеспечение, а также в повестке, и страхование. Это должно принести нашим людям практическую пользу. Проект бюджету союзной державы на наступный год – одно из ключевых питаний в парадку дня. Качатковое решение будет приниматься высшим державным советом. Зараз у этого документа вносится опошенное дополнение. Як чекается, в наступном годе его доходная частка досягнет 7 миллиардов российских рублев. Прогнозы развития экономики Беларуси и России свечат о реальности запланованного. Сродки будут накереваны у разной сферы, які уявляют взаимный интерес. Али одна из головных задач – створение комфортных осерудия для бизнесу и повелечение огульного товарооборота. Пакуль тут есть проблемы. У этом годе, ответный покажик, чекается по мере 28 миллиардов долларов. Алик это явно недостатково. Некольких годов тому взаимный гандаль досягал 40 миллиардов. На думку министров союзного Саумина, наибольший эффективный шлях для активизации экономических относин. Створение соправды ровных умов для субъекта господарения обедевых краин. Сегодня мы приняли постановление Совета министров союзного государства о приоритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего развития союзного государства на среднесрочную перспективу на 2018-2022 годы. В данном документе в качестве первоочередных задач определены следующие направления. Проведение согласованной макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углубление торгово-экономических отношений. Предусматривается выработка совместных мер по дальнейшему сокращению барьеров, изъятия и ограничения во взрывной торговле, либерализации условий, экономической деятельности субъектов хозяйства. Подчас встречи с журналистами, керунки урадов Белоруссии и России выники перомов оценивают у целом становчем. Некоторые пытания на кстат огольной миграционной политики и визового режима будут удокладнены в ближайшие дни. Головное, что в обеде украины есть огольные меты и максимумы для их достигнения. Нужно развивать торговое сотрудничество, нужно развивать инвестиции, вернуться к целому ряду проектов, которые в настоящий период еще не реализованы. Нужно заниматься решением важнейших задач по снятию административных барьеров, потому что их все-таки достаточно. Ну и мы обсудили миграционную тематику, на что просто тоже хочу акцентировать внимание. Это действительно важно, поскольку готовится межправительственное соглашение о взаимном признании виз. Это касается вопросов въезда и выезда иностранных граждан, лиц без гражданства. Связано с целым рядом решений, которые принимались и у нас в стране, и в Республике Беларусь. И наши эксперты сейчас ведут интенсивные переговоры. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня распочались работы по створению часовой дороги для моста Праспрыпять. Нагадаем, напереды дни на им были выявлены дефекты, которые свидетельствуют об аварийном стане сбудования. Причины будут высветлены в ближайший час. Областная комиссия по надзвичайных ситуациях зараз працует, а маль что беспирапинно. Усе подробности, вядомые на этот момент, в материале Дмитрия Котова. Подобных сбудования у всего четыре в Украине. Их створили еще в Советском Союзе. Конструкции практически полностью сделаны из бетона. Зараз при будовнистве выкористовывается переважный металл. Материал больше эффективный и надейный. И тем не менее, этот мост прослужил больше за 30 годов. Дефекты были выявлены вчера. На место сразу выехала областная комиссия по надзвичайных ситуациях. 7 декабря спасатели Житковического районного подразделения МЧС выехали по сообщению о появлении трещины в конструкции моста через реку Припять. Сотрудниками госавтоинспекции движение через мост было перекрыто, о чем МЧС совместно с операторами связи оповестило жителей ближайших районов посредством СМС-оповещения. На житие забеспечения насельства с другого берега аварийная ситуация не поуплывала. Житковицкий райис Пожилсоюз забеспечил бесперебойную подачу продуктов у Туровский филиал. В свою очередь Житковицкая центральная районная больница узгоднила с лельщицкими коллегами доставку тяжкохворых с Турова. На подъездах до моста забеспечено дежурство супрационников МНС и ДАИ. Областная комиссия по надзвучайных ситуациях, в состав которой уошли представники самых разных служб, працуя практически безперапинно. Новая информация заявляет сама каждую годину. Коли ранее был заборонен рух транспорту, то зараз поступило распоряджение не допускать на мост и пешеходов. Сегодня организована перевозка людей с одного берега на другие на моторных лодках. Проезд великогрузов будет житовляться по республиканских дорогах. Для легковых автомобилей в круглосуточном режиме пошла працевать паромная переправа Калевевский-Снядзин Петриковского района. Ту дорогу уже вчерашнего дня работает. Там техника, грейдер, ее подсыпаются, выполняются эти работы. Там есть небольшой участок именно гравийный, который сегодня делают. Уже вчера была организована круглосуточная работа этой паромной переправы на Снядзин. Так само сегодня распорчалась подрыхтовка пляцовки для створения понтонной переправы, иншими словами, часовой дороги Калевевский-Борки. Понтонная переправа запланирована завтра. Сегодня, завтра мы готовим подъезды для военной техники. И завтра, наверное, к вечеру уже будут производиться работы по наведению понтонного моста. Причины возникнения дефекта у конструкции моста зараз высветляются специалистами. Полный расклад будет вядом и праздникальки джон. Будет житовляться ремонт моста альбобудовництва нового, покуль сказать, складана. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Житковицкий район. Героини наступного сюжета не чекаются от реализации своей идеи нияких узнагород и навод слов подяки. Они вяжут шапочки и шкарпетки, які малые навод лялечным пупсом, але в самый раз недоношенным немаулятам. Теплые оденья допомагают не затрачивать энергию на то, как согреться. Такие маленькие шерстяные речи складаны, знайсти у продажи, можно звязать их самими и укласть у них тепло своих рук и души, вырешили девчонки-вязальщицы клуба «28 петлев». Об чаровной силе вязаных цацак и оденья – репортаж Натали Каприленко. Вот он 6 сантиметров, и это еще не самый маленький носочек, это уже для деток, которые родились больше кило 200. Самый маленький у нас 4 сантиметра. Три девчонки под окном вяжут поздно ведь шарком. Жартуют про себя гомельские вязальщицы международного клуба «28 петлев». Так разом сбираться, как повязать, отримовывается вельми редко. Але вяжут речи и цацки для недоношенных немаулят, саправды, практически по ночах. Коли полягут уласные дети, поколь у Гомеля три активных волонтера. Яны поспевают вязать и для гомельского педиатричного отделения выходживания недоношенных детей и отправляют свои выробы у Минску, в центру мати-дитя. Легко, аккуратненько. Двумя спицами мы вяжем сразу две пары носочек. Но две пары носочек у меня за полтора часа. Поэтому они одновременно вяжутся, быстро, легко. И кажется, что ты вяжешь, такие маленькие ножки, и помимо тепла хочется свое сердце вложить, чтобы он поправился быстрее. Пять годов тому добрачный вязальный рух «28 петлев» заявился у Казахстана и России. В этом году комплекты оденья и цацки для детей, которые заявились и на свет ранее термину, и выходживаются в больницах, стали вязать по усею в Беларуси. Занимались более плотно менчане, девочки собирались, у них более оборот шел быстрее, но нас уже мы по постам в соцсетях увидели, поэтому мы решили, так сказать, присоединиться. Плюс очень большой этих вещей – это энергетика человека. Мы вяжем тогда, когда у нас есть свободное время, его у нас мало, и получаем большое удовольствие от вязания. У планах гомельских вязальщиц яши некольки добрачных проектов. Комплекты на выписку для детей из малозабеспеченных семью, первое оденье и первая цацка у подарунок. Зараз девчины шукают и жадающих охверовать гроши на пражу. Разместилась в магазине благотворительную коробочку, где люди могут оставлять комплекты связанные. Из этой коробочки при наличии можно взять пряжу вязальщицам и связать. Можно также у нас приобрести благотворительные изделия ремесленные. Деньги все будут пущены на пряжу, опять-таки, для новорожденных. У раших гомельских и педиатричных отделений для выхудживания недоношенных детей обшарованной силе вязаных цацок и оденья ведают не по шутках. Пронесенные волонтерами выраби специально опрацовывают и кладут малым у кювез, эффект сдиуляя. Впервые осьминожку связала мама недоношенного ребенка в Дании в 2013 году. И врачи сначала не обратили внимания, а потом заметили, что ребенок стал спокойнее. Ребенок, когда находится в кювезе, и когда держит такие щупальца или листики морковки в руке, то ребенок уже не будет выхватывать этот зонт, не будет вырывать катетеры, будет более спокойный. Это напоминает пуповину матери. А кроме этого носочки с грубой волны профилактика развития апноя, когда дитя перестает на некий час дыхать. Шерстинки казычут пяточки и не дают глубоко заснуть. А еще при гоже малы у яркой вопраце, або с садской – лепшая поддержка в больничной атмосфере мамы, дитя которой народился ранее термину. Наталья Капрыленко, Михаил Рабков, телерадио «Компания Гомель». В «Першуню» истории податковой службы поставленный музычный спектакль по основах податковой грамоты. Премьера музично-познавального спектакля отбылась сегодня в Доме профсоюзов. Первыми глядачами стали школьники региона. Убачили его и наши корреспонденты. Идеи указки с повышальным сюжетом в особиле в жизни артисты театра для детей «Вырастайка Гомельской областной филармонии». Сюжет разыгранный в гульнявой форме. Устанутших героев, які имкнутся правильно размерковать податки, хитрые мыши крадуть мешок с грошима. Але при подтримце клядачу отримовывается зловить порушальников и вернуть бюджет, призначенные на утримание школ, больниц и інших установ и службов города. Действа дополняют песни и танцевальные номары. Это спектакль частка великого проекта «Школа безпеки», який включает шарах повышальных представлений про экологию, правила гигиены и безпеку життедейности. И мы решили сами писать эту пьесу. У нас актер Игорь Юлов и Татьяна Щербак сели и, как ни странно, буквально за два дня, за три родилась эта пьеса о налогах. В чем зерно этого? Для чего это нужно? Вот начиная с их возраста, с малышей. Чтобы они, придя в библиотеку, возьмут книгу и знают, что частично эта книга оплачена мамой и папой. Их трудом. Балетмайстер, мастаки по костюмах и декорациях, композиторы и литераторы. У прадца над спектаклем были заденешены розные специалисты. На подрыхтокус потребовалось и два месяца. Информационную подрымку оказывала коммерческая областная податковая инспекция. Дородшее ей кировничество пришло на премьеру с подарунками. Маленькие глядаши отримали сборники казок на податковую тематику. Что ребеночку надо сделать? Рассказать, что такое хорошо и что такое плохо. Он как губка впитает в себя, конечно, это хорошее. И дальше это позволит ему в жизни становиться и принимать какие-то правильные решения. Быть полноценным гражданином, когда вырастет своего общества. И платить платежи в бюджет, платить налоги на социальные нужды. В уголе для повышения правовой культуры информационная праца с насильницем ведется постоянно. Однако в такой форме, в першине, в планах артистов отправится у тур по области, как представить спектакль в разных районах. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее у эфира «Спортивный огляд» с новинами спорта вас познайомит Максим Савин. Продолжение следует...